Сотрудники коммунальных предприятий в захваченном Донецке публично заговорили о невыплате зарплат. В местных телеграм-каналах появилось уже несколько обращений. Работаю я на этом предприятии совсем чуть-чуть, 20 годиков. И посредственно хочу обратиться к директору, к руководителям предприятия ГУП ДНР «Вода Донбасса». Скажите, пожалуйста, где наша зарплата? Компания «Вода Донбасса» ведущая в Донецкой области предприятие, которое занимается водоснабжением. Причем по обе стороны линии фронта в 2014 году после оккупации части области вода Донбасса разделилась. Часть сотрудников выехала, компанию перерегистрировали в Мариуполе. Сейчас филиалы работают на подконтрольной Киеву территории, параллельно часть сотрудников осталась в Донецке. Сколько именно, неизвестно, но ощутимо ударила по коллективу «Воды Донбасса» принудительная мобилизация. Многих сотрудников отправили на фронт. Те же, кто еще работает, столкнулись с большими долгами. Работникам ГУП ДНР «Вода Донбасса» деньги. Я хочу вам сказать, что у нас идет война. Кубышевский, Петровский, Киевский и Кировские районы, работники каждый день рискуют своей жизнью для того, чтобы хоть как-то была вода. Идет она только благодаря рабочим. Не благодаря министерству ЖКХ, а благодаря нам. Потому что мы каждый божий день рискуем своей жизнью. В конце июня так называемое правительство группировки ДНР инициировало внесение поправок в бюджет на 2023 год. Говорили об увеличении доходной части за счет поступления свыше 14,5 миллиардов рублей. Правда, не ясно откуда. Подчеркивалось, что часть этой суммы, а именно более полутора миллиардов, выделят на погашение задолженности по зарплате сотрудникам воды Донбасса. В течение этой недели мы начнем уже выплату зарплаты. Мы субсидии доведем до нашего подведа вода Донбасса и начнем выдавать уже зарплату. У нас еще остаются деньги на то, чтобы в следующие месяцы то же самое не было никаких срывов по выплате заработной платы. То есть алгоритм кремлевские прокси выбрали такой же, как и в истории с шахтерами, которым тоже месяцами не выплачивают зарплату. Ссылку на сюжет о горняках мы оставим в описании к этому видео. Им тоже постоянно говорят о выделении средств из бюджета, а в итоге долги не погашают. В середине августа подконтрольный Кремлю министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства группировки ДНР Николай Цыганов заявил, зарплата сотрудникам воды Донбасса выплачена в полном объеме, задолженности якобы нет. Работники в это время говорят иное, а именно, что многие месяцы работают бесплатно. Сейчас на их вопросы так называемое Министерство строительства и ЖКХ группировки ДНР отвечает туманно. Этот вопрос на контроле у руководства. На данный момент ГУП ДНР «Вода Донбасса» не имеет возможности за счет собственных средств выплачивать заработную плату в полном объеме. Выплата зависит от поступления денежных средств из бюджета ДНР. Сложившаяся ситуация на контроле у вышестоящих органов. Предпринимаются всевозможные мероприятия для скорейшего урегулирования данного вопроса. Сотрудники «Воды Донбасса» уже не в первый раз поднимают эту проблему и пишут цитата «такого беспредела по зарплате, который начался с июня 2022 года, никогда не было». «В июле 2022 года я пытался обратиться к вам на вашем официальном сайте. В течение года ответа мне так и не последовало. Никто не знает, по какой причине нам не платят зарплату. Прокуратура возбудила главное дело в начале 2023 года по поводу этого инцидента». Именно после вмешательства так называемой прокуратуры долги погасили. В мае более 9 тысяч работников «Воды Донбасса» получили свои деньги. Общая сумма задолженности составила почти 600 миллионов рублей. Теперь же долги снова накопились. Коммунальщики подчеркивают, работают под обстрелами, чтобы у дончан была вода. Сейчас ее подают раз в два дня, но еще полгода назад ситуация была катастрофической. Кремлевские ставленники не забывают постоянно говорить о больших проектах по строительству водоводов. И, конечно, благодарят за это Москву. А в это время жители оккупированной территории, без которых эта вода вряд ли была бы, буквально выживают.